Всем добрый день, с вами Борисовская компания Kiffinance, наш традиционный дневной видеобрифинг Fresh. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Напоминаю, что видеобрифинг Fresh это третий видеобрифинг, который компания Kiffinance подготовила для вас сегодня утром в 9.45. Василий Вдекенко, видеобрифинге Эспрессо, отдел ставки на открытие торгов в Москве, которые сегодня начались в 11 часов. Как раз в 11 часов Олег Крот и Эдуард Ланчев в видеобрифинге ставки сделаны, обсуждали торговые идеи по российским голубым фишкам. В 16.00 видеобрифинг, так страшный чарт от Елены Беляевой, смотрим на ситуацию рыночной с точки зрения технического анализа. В 17 часов по Москве мы с Василием Евдокенко вместе подготовим для вас видеобрифинг про акции. Сегодня поговорим про Dixie Group. Вчера говорили про Сбербанк. Записями можете ознакомиться на нашем сайте, либо на нашем канале на YouTube. И в 18.15 будем вместе опять-таки с Василием подводить итоги сегодняшнего торгового дня. Сейчас предлагаю переместиться к рабочему столу и поговорить про те события, которые сегодня нас ожидают. Сегодня хотелось бы посвятить видеобрифинг энергетике. Энергетики именно с точки зрения, наверное, нефтяного рынка. Почему мы сегодня будем говорить про нефть? Потому что сегодня ОПЕК, организация стран экспортеров нефти, опубликует свой пятый по счету глобальный обзор по рынку нефти с прогнозами вплоть до 2035 года. И сейчас показываю Вам сайт ОПЕК, каждый из Вас может зайти, посмотреть. Очень много публикаций, очень много различной информации. Как раз-таки сегодня, 8 числа, в 14.30 по западному времени, или в 17.30 по Москве, как раз мы встретим с Вами этот отчет. Как раз-таки в коротенькой записочке говорится о том, что впервые прогноз будет сделан не до 2030 года, а до 2035 года. Сейчас подробнее поговорим про ОПЕК, какие страны входят, сколько нефти добывают, какое влияние оказывают на мировой расклад сил в этой индустрии. Поэтому давайте предлагаю поговорить про организацию стран экспортеров нефти. На Ваших экранах сейчас состав этой организации. Мы видим, что основные игроки это Алджир, Ангола, Эквадор, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катарс, Саудовская Аравия, Абсолютно Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак официально не входит в состав ОПЕК, но тем не менее учитывается и добыча вместе с Ираком. Вместе с Ираком, потому что мы видим объем довольно-таки существенный. Больше всех в странах ОПЕК, среди стран ОПЕК добывает Саудовская Аравия. На текущий момент средняя дневная добыча составляет 9 миллионов 660 тысяч баррелей в сутки. При этом в октябре, относительно сентября, добыча несколько снизилась. Зато мы видим, какой прирост наблюдается по Ливии. Всем известно, что военная операция закончилась в Ливии. Ливия вообще способна добывать порядка полутора миллионов баррелей в сутки. По крайней мере, целевой уровень был заявлен в январе. Но с начала военных действий практически до нуля снизилась поставка нефти из Ливии. В Ливии у нас очень хорошая нефть по своему структуре, по своему качеству. Легкая, легко перерабатываемая. И очень ценная на рынке, на самом деле. И вот мы видим, что в октябре восстанавливаются поставки нефти из Ливии. Плюс 245 тысяч баррелей в сутки мы добавили в октябре. Последняя колонка в нашей табличке наглядно показывает те свободные мощности, которыми располагают эти страны. Естественно, здесь выделяется среди всех Саудовская Аравия, которая способна добывать до 12 миллионов баррелей в сутки. Но на текущий момент Россия является крупнейшим поставщиком. Россия порядка 10 миллионов баррелей в сутки поставляет на мировой рынок нефти ежедневно. То есть Россия является крупнейшим поставщиком нефти на данный момент. Обгоняет Саудовскую Аравию. Но вот мы как раз-таки с Саудовской Аравией вместе и конкурируем в этих поставках. Так, что хотелось бы сказать. Сейчас председательствуют в опеке и представители Ирана. Но мы все прекрасно знаем, что против Ирана введены определенные санкции со стороны Америки. Это вызывает некую напряженность во всей этой ситуации, связанной с добычей и поставками нефти на мировые рынки. Таким образом, общая добыча стран ОПЕК без учета Ирака сейчас составляет порядка 27,5 миллионов баррелей в сутки. С учетом Ирака это 30,2 миллиона баррелей в сутки. Давайте посмотрим, что значит добыча ОПЕК в рамках мирового масштаба. И посмотрим мы сейчас с вами на табличку. Так, 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 так. Да, давайте ничего страшного здесь посмотрим. Общая добыча нефти, предложение нефти на мировой рынок среднесуточный на текущий момент составляет 89,8 миллионов баррелей в день. Из них, как мы сказали, ОПЕК поставляет порядка 30 миллионов баррелей. В процентном соотношении это одна треть мировых поставок. Поэтому влияние этой организации на мировой рынок нефти очень важно. Треть нефти поставляется из стран, о которых мы с вами только что поговорили. Что касается соотношения мирового спроса и мирового предложения на рынке нефти, то мы сейчас видим следующие тенденции. 6 месяцев назад, 6 месяцев назад, то есть полгода назад, соотношение было таковым. Добывалось в мире нефти 808,4 миллиона баррелей в сутки в среднем, потреблялось. Спрос был на уровне 88,8, то есть спрос опережал у нас реальную добычу, реальные поставки на рынок. Далее, 3 месяца назад, опять-таки спрос на рынке нефти превышал его предложение довольно-таки существенно, если не ошибаюсь, на 700 тысяч баррелей в сутки. Месяц назад расширился спред, миру требовалось 90,9 миллиона баррелей в день. Нефть опоставлялась всего лишь 89,7 миллионов баррелей в день, что почти на процент и две десятых выше потребности мирового рынка. Но сейчас, в общем-то, спрос и предложение относительно сбалансированы, но тем не менее, все равно спрос превышает предложение. Таким образом, делаем вывод о том, что на рынке нефти существует небольшой дефицит поставок нефти, поэтому ни о каком глобальном падении цен на нефть, судя по этой таблице, говорить вообще не стоит и вообще говорить нельзя. Это вот такое макроэкономическое видение. Что касается крупнейших импортеров нефти, естественно, крупнейшим импортером нефти, по данным, наконец, 2010 года у нас являлась США. На ваших экранах сейчас данные от британской компании British Petroleum. На сайте BP вы можете ознакомиться с глобальным видением рынка нефти, но не только нефти, энергоресурс вообще. И Bloomberg нам позволил предоставлять тоже эту статистику подгруженную. Что мы видим? Мы видим, что Америка является крупнейшим импортером нефти, импортировал в 2010 году в среднем 9 миллионов баррелей в сутки. Китай в среднем в 2010 году потреблял 4,7 миллиона баррелей. Таким образом, Китай является вторым в мире по объему поставок, точнее, по объему импорта нефти в мире. Поэтому мы часто говорим, что ситуация в Китае является определяющей во многом и для рынка нефтяного, не только для промышленных металлов. Если мы посмотрим на исторический график, то следующую картинку увидим. Так сейчас подгрузится, я надеюсь, что подгрузится. График, да, вот подгрузился график, очень репрезентативный, говорящий нам об объеме импорта нефти в США. Мы видим, что в 1990 году импорт в Америке составлял примерно 6 миллионов баррелей в сутки. Своего пика он достиг в предкризисной 2005-2006-2007 года, когда Америка импортировала порядка 10 миллионов баррелей в сутки. Мировой кризис сделал свое дело. Поставки снизились до 9, меньше, чем даже 9 миллионов баррелей в сутки. Но постепенно мы видим, что импорт нефти со стороны США увеличивается. Сейчас составляет, по крайней мере, на конец 2010 года 9,2 миллиона баррелей в сутки. То есть спрос со стороны американцев растет, импорт растет. И это сигнал тоже, опять-таки, хороший. Что касается Китая, то здесь ситуация более чем репрезентативная. Китай с 95-го года увеличивает импорт нефти примерно в 15 раз. То есть мы видим, что расклад сил на мировом рынке нефти меняется в пользу стран азиатских и, в первую очередь, в сторону Китая. Китай каждый год, начиная даже несмотря на кризисные года 2008-2009, продолжает активными темпами наращивать свои запасы нефти. И тем более он начал их наращивать в кризисные 2008-2009 года, когда цены на нефть, как мы знаем, рухнули по марке Brent до отметки 36 долларов за баррель. Естественно, Китай не мог не воспользоваться этой возможностью и начал пополнять свои резервы очень стремительно. И тем самым вообще, в общем-то, вытащил нефтяной рынок из той дыры, в которой она оказалась. Спасибо Китаю, в общем-то, за это. Поэтому, безусловно, ситуация будет меняться в сторону потребления большего в азиатских странах. И поэтому мы пристальное внимание обращаем именно на Китай. И этот график, я надеюсь, вам очень хорошо представил ситуацию на мировом рынке. Итак, сегодня в 17.30 будет опубликован доклад от Организации стран экспортеров нефти с прогнозами до 2035 года. Очень важный. Вчера мы видели с вами очень сильную динамику на рынке нефти. Это было связано прежде всего с тем, что тоже очень важное агентство поставщик информации и статистики на рынке нефти под названием Международное энергетическое агентство МЭО представило свой прогноз на 2015 и 2035 годы. И согласно этому прогнозу, я скажу сразу, что эта информация поступила от Reuters, а Reuters ссылается на черновик доклада World Energy Outlook, который будет опубликован завтра. Завтра, 9 ноября, будет официальная статистика от Международного энергетического агентства опубликована. Сегодня будет от ОПЕК. Поэтому такие очень важные дни с точки зрения расклада сил на энергетическом рынке. Так вот, согласно этому черновику, Международное энергетическое агентство в 2015 году ожидает средней цены на марку Brent в районе 114 долларов за баррель. Это даже выше, чем текущий уровень, точнее, прямо на текущих уровнях и находится. Таким образом, Международное энергетическое агентство не ожидает снижения цен на нефть в ближайшей перспективе, а это очень и очень авторитетное агентство. Далее, в 2035 году Международное энергетическое агентство ожидает рост стоимости на нефть, не поверите, до уровня 212 долларов за баррель. То есть, ни о каких глобальных снижениях цен на нефть пока речи не идет. Конечно, могут быть провалы, могут быть кризисные года, но, тем не менее, с учетом того, что нефтяные запасы иссякают, с учетом того, что добыча нефти становится все дороже и дороже с каждым днем, но все прекрасно знаем о том, что глобальные компании, и российские, в том числе и Роснефть, Сексон Нобил подписали соглашение о том, что хотят разрабатывать шельфы в Арктике. Это крайне дорого. Естественно, текущие цены на нефть не покроют ни в коем случае затраты компаний на разработку этих месторождений, и вообще вывод на рентабельность этих месторождений. Поэтому, безусловно, стоимость нефти в обозримом будущем, в далеком, будет, естественно, расти. Вот такой вот обзор вчера опубликовал Рейтер со ссылкой на черновик доклада Международного экономического агентства. И во многом благодаря этому вчера мы видели взрывной рост по марке Brent до почти что уровня в 115 долларов за баррель. Да, вот сейчас мы видим, котировки нефти стоят у своих максимумов, и сегодня вновь мы буквально пару минут, точнее, буквально час назад вновь тестировали уровень в 115 долларов за баррель. Если посмотрим с вами на объединой график, то картинку увидим следующее. Мы, в общем-то, на вторую половину этого года, с апреля месяца движемся в таком нисходящем канале, но вот вновь на ожиданиях хороших докладов, очень сильных ожиданий от мировых агентств нефтяных котировки вырываются вновь за границы этого падающего канала и вот формируют свою основу в районе 115 долларов за баррель. Очень хороший сигнал, прежде всего, это сильный сигнал для российского нефтегазового сектора, для нефтяных компаний в первую очередь. Так, про это сказали. Плюс сегодня очень важное состоится событие, все, наверное, прекрасно об этом знают. Сегодня «Газпром» запускает ветку газовую под названием «Северный поток». В терминале «Блумерк» в календаре энергетическом, так называемом, указано время 14.30 по московскому времени. В Германии госпожа Меркель, канцлер Германии и президент России Дмитрий Медведев с другими представителями открывают вместе, перережут ленточку этого газопровода под названием «Нордстрим», он же «Северный поток». Он же «Северный поток», событие, безусловно, мирового масштаба, безусловно, будет обсуждаться во всех информационных мировых лентах. Поэтому очень-очень важное событие, вот, в общем-то, как раз-таки это и сегодня, завтра, эти дни, вот, обращает за себя особое внимание именно с точки зрения вот энергетики, да, нефти, нефти и газа. Кроме этого, кроме этого, что надо сказать? Так, что надо сказать? Надо сказать о том, что в ночь со вторника на среду будет опубликована традиционная статистика по запасам нефти от Американского института нефти, IPI, эти, эта статистика, как всегда, у нас предваряет традиционную еженедельную статистику от Милиэнерго США, от Department of Energy, который публикует свою статистику обычно в 18.30 в московском времени, но так как у нас Америка перелачивается в воскресенье на час вперед, перейдя к этому, сдвигаются ранки этой статистики, в 19.30 теперь будут публиковаться еженедельные данные от Милиэнерго США, увидим эту с вами статистику завтра. Завтра, ну, здесь пока мы видим, ожидает рынок небольшого роста запасов по нефти и более серьезного роста запасов по бензину. Ну, посмотрим, так это и не так. Скорее всего, более важное значение для рынка нефти будет иметь именно вот те релизы глобальные от МЭА и от ОПЕК. Вот такой обзор небольшой по рынку нефти мы с вами посмотрели. Предлагаю нашим участникам, дорогим, поучаствовать в вопросе, ожидаете ли вы 120 долларов за баррель по марке Brent к концу 2011 года. Пожалуйста, голосуйте, принимайте участие в конце нашего видеобрифинга, подведем итоги и посмотрим, как наши участники, какие выстраивают ожидания по рынку нефти. Естественно, в зависимости от цен на нефть будет строиться наша торговая стратегия и по, в общем-то, по движению индекса МВ, потому что 50% индекса МВБ как раз составляют нефтегазовые фишки. Сейчас я вам это еще раз покажу. Структуру индекса МВБ, который рассчитывается в зависимости от веса компании в этом индексе. Вот мы видим, что на текущий момент вес нефтегазового сектора в индексе МВБ составляет 53,2%. То есть более половины структуры индекса МВБ именно эти компании занимают. Но, что интересно, сегодня нефтегазовый сектор в России чувствует себя не самым лучшим образом. Бумаги падают в среднем на 0,4%. И что здесь отмечаем? Ну, в общем-то, да, у нас кроме «Газпромнефть» это все падают. Сегодня «Газпромнефть» отчиталась за третий квартал, да, Василий, если не ошибаюсь. «Газпромнефть» за третий квартал, да, у нас отчитывалась. Да, ну, по-другому, Василий, про отчетность «Газпромнефти» я надеюсь, мы поговорим в видеобрифинге и того. Ну, пока нефтянка не очень себя чувствует, но я надеюсь, что ситуация выправится. И действительно нас ожидает неплохая динамика по рынку нефти до конца 2011 года. 2011 года, пожалуйста, у нас еще половина не проголосовала. Голосуйте, пожалуйста, принимайте участие, подведем сейчас итоги. Про те события, которые надо еще сегодня поговорить в двух словах, давайте посмотрим, как открылась у нас Америка, открылись торги в Европе. В Европе торги открылись небольшим ростом, в пределах полупроцента прибавляют основные голубые фишки в Европе. И в отличие от России, нефтегазовый сектор в Европе прибавляет 0,8%. Один из лидеров роста наряду с бумагами финансера Василий в видеобрифинге «Эспрессо» нам говорил о том, что сегодня большое количество таких глобальных финансовых институтов европейских будет отсчитываться. Среди них числится «Сусит и Женераль», наверное, один из тех самых больших, крупнейших французских банков, который держит на своем балансе огромное количество периферийных облигаций стран, точнее, облигаций стран периферийных, Италии, Греции, тех самых подверженных большому стрессу в последнее время. Но вот мы видим, что несмотря на плохую отчетность «Сусит и Женераль», финансовый сектор в Европе сейчас лидирует. И вторым, по росту у нас идет нефтегазовый сектор. Российский рынок пока не поддерживает эту динамику, но посмотрим, посмотрим, чем это все закончится. Все-таки очень важные события нас ждут. Так, ну я предлагаю подвести итоги нашего вопроса. К сожалению, не все проголосовали, но тем не менее, у нас выборка уже определенно есть. Сейчас компьютер подведет у нас подсчеты, и мы сможем с вами дать оценку. Плюс, пока компьютер считает, сразу отмечу, сегодня важнейшее голосование в парламенте Италии будет по поводу бюджета страны. Я напомню, что после саммита G20 было принято решение чуть ли не ревизионную комиссию пустить в Италию по поводу исследования экономики страны. Плюс, сегодня в ходе этого голосования по проекту бюджета будет решаться судьба Берлускони. Если парламент одобрит все те поправки, которые были внесены, то Берлускони сохранит свои позиции, и скорее всего, это будет негативно воспринято рынком. Если проект бюджета не пройдет, это значит, что правительство не одобряет Берлускони в качестве премьер-министра, и его позиции будет очень сильно подкошены, и, возможно, он идет в ставку. Это сейчас самое главное. На рынке обсуждают именно Италию. Но сегодня вот и рынок нефти тоже нам может определенные сюрпризы предоставить. Итак, согласно опросу, который мы провели, давайте сейчас я выведу на экран, у нас 30% участника не ждет от марки Бренд превышения отметки в 115 долларов за баррель. 12% надеются, что к концу года 120 долларов за баррель мы увидим, и 8% считают, что в ноябре достигнем этих уровней, и 8% считают, что 120 долларов за баррель мы вообще не достигнем в ближайшем обозримом перспективе. Но посмотрим, так это или не так. На этом предлагаю закончить наш дневной видеобрифинг. Всем большое спасибо, всем до свидания. Напоминаю, что всю аналитику и все видеозаписи мы выкладываем на сайте broker.ru, на нашем канале на YouTube, youtube.com.br.kf. Также в торговом терминале Quick вы можете настроить информационную ленту от брокерской компании Keep Finance. Всем большое спасибо, всем до свидания. Останусь в чате еще на 3-5 минут задавать вопросы.